здравствуйте мои дорогие друзья сегодня мы с вами не будем говорить о политике ну и ну точнее мы будем возможно как-то и касаться поговорим все-таки немножко о другом потому как с одной стороны ничего такого супер яркого у нас не происходит украина и россия выдвигают такие взаимные с одной стороны взаимные претензии но с другой стороны такие тезисы типа вы ужасные но мы все-таки продолжим с вами переговоры вот одна и другая сторона выборы во франции еще не произошли поэтому сказать будут ли они в духе вот это вот усиление правок в европе или не будут непонятно но единственное что польский президент туда поругался с орбаном дело в том что долгое время для евросоюза орбан и туда были два плохиша потому как выступали в оппозицию с структурам в брюсселе и притесняли геев там на взгляд евросоюза и так далее но в общем ну да случилось это все-таки позиция больше оказалась более про американской позиция венгрии более провенгерской ну а чем это все закончится видно сегодня я хотел поговорить о другом нет на глаза попалось рассуждение чадаеве и вот о чадаевщине я бы хотел немножко поговорить кто не помнит чадаев это один из ну в общем причисляемых деятелям русской философии который сгремел дурку вот на мой взгляд в общем да заслуженно а чадаев среди прочего ему приписывается заслуга что он разбудил дискуссию между слове инофилами и западниками в русской интеллигенции вот появился феномен люди сороковых годов и так далее есть кстати на мой взгляд не вполне обоснованное связывание чадаева с героем поэмы александр сергеевича грибоедова горе от ума чадским но с точки зрения некой странности в поведении может быть но с точки зрения взглядов как раз вряд ли потому что если чадаев о чем мы будем говорить призывал воспринимать запад как эталон но наш замечательный чадский добрый малый как говорил о нем пушкин он как раз был достаточно критично настроен к западу вот и говорил о том что перенять бы хоть у китайцев не знаю это дата незнание иностранцев да то есть вернуться к отеческим каким-то нормам все призывал главный герой александр андреевич чадский вот в то время как чадаев призывал к другому вот отчасти может быть чадаевщина вот это вот на мой взгляд явление подрицательное она 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 явление она чадаевщина стали провозвестником некоторых моментов которые существуют в нашем обществе и поныне я не буду говорить хорошие они плохие но в общем они существуют то что в советское время именовалось низкопоклонничество перед западом вот но чадаев сложнее конечно чадаев не просто сказал что европа всему голова точнее он в общем так сказал еще в первому философском письме а кто не знает основное его произведение это философские письма коих наиболее в общем восьми из которых излагается вся его суть в суть его представление о мире и обществе так вот чадаев в первом ну и наиболее программным сме говорит о том что европа это центр истории а там идет история там идет прогресс и так далее а а из русских деятелей он уже впоследствии выделяет больше всех петра первого и говорит о том что прогресс петро 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 приобщил насколько мог россию к европе проблема чадаева на мой взгляд его наверное краеугольная проблема почему его концепция получилась весьма кособокая плохое знание много чего но прежде всего истории хотя и очевидно превозносимый им эпикур и его система эпикурейства они чадаева были знакомы не так чтобы очень но с эпикуром ладно там вероятно не все источники были доступе но с российской да и не мировой историей в общем проблем больших не было все таки девятнадцатый век не самое начало это период когда существуют уже крупные работы в россии ну самая известная понятно карамзин у нас по отечественной истории но на европейских языках были уже достаточно мощные работы по риму и по восточной римской империи серич византии по кому хочешь византии кстати чадаев относился плохо очевидно опять же хреново знаю историю вот по сути по чадаеву варианции иные варианты развития обществ они в общем это не очень хорошо но идея европейский и воспринимается как самый правильный а я в некоторых местах чадаев говорит о том что великие свершение совершил пророк мухаммед и ислам это хорошо потому что он поверг многобожие большую роль у него занимают моисей и давид моисей так сказать человек который пророк который показал бога а давид проявил неслыханный героизм вот так вот чадаев помимо прочего еще и к православию плохо относился опять же проблемной к реформации кстати тоже по его мнению реформация расколола прежде единую европу но проблема чадаева чадаевская концепция она конечно путаная путаная потому что он с одной стороны допустим плохо относится к аристотелю но пытается симпатизировать христианству хотя христианская мысль именно точки зрения при этом у чадаева там и на мир идей правда немножко отличный конечно платоновского отсылки есть поэтому сложно там все но суть в том что чадаев все-таки говорит о цивилизации он говорит нам об исламской арабской цивилизации например при этом византию как я уже говорил он ругает последними словами и говорит что это большая трагедия для россии что мы позаимствовали христианство оттуда я конечно на момент принятия христианство было еще единым относительно вот а конечно в смысле воспеваемого чадаевым прогресса научно-технического теоретического философского богословского и прочего восточная римская империя было понятное дело в девятом десятом веке на заре образования русского государства и прекращение этого самого государства а конечно было существенно выше всех западноевропейских государств в том числе империи карла великого который конечно были свои прорывы но она не так долго просуществовала все таки с точки зрения государственного управления это была довольно примитивная организация это ее и угробило в византии правда во времена карла великого тоже не то чтобы все цвело и пахло потому что там были свои темные века но тем не менее в эти темные века было уж по крайней мере с военной точки зрения немало интересного и греческий огонь здесь отнюдь не единственное новшество поэтому архитектурные достижения конечно в византии потрясают а вот ну что касается последствий то конечно ближе к Чаадаеву стояли западники западники были многие людьми весьма неплохими из них допустим вышло немало историков потому как имейте в виду что любимый нами всеми возможно марксизм он конечно ближе к западничеству в каком смысле потому что в рамках западничества некоторые западники не все шла вот Чаадаев таковым не был но он как бы предтеча ему и не обязательно в рамках западничества были идеи универсализма универсализма развития обществ и на самом деле мы с вами можем говорить что в значительной степени если мы берем именно политическую военную историю экономическую историю то развитие обществ в общем то довольно универсально оно отличается но отличается оно скорее в силу просто различных природных зон в случае с экономикой различной инфраструктуры там наличие допустим для древних обществ крупных рек высоких гор или наоборот наличие степей более пригодных для скотоводства или зон орошаемого земледелия короче говоря это важно потому что представители одного и того же по языку народа могут например две немало в истории примеров могут быть часть допустим скотоводы а часть охотники или земледельцы вот что касается нашего замечательного военного опыта человечества то конечно тут воевали все со всеми во время религиозных войн католики воевали с католиками на стороне протестантов протестанты воевали на стороне католиков против протестантов ну и так далее православные с мусульманами против православных короче говоря тут это не работает в смысле культуры да в смысле культуры конечно то что принято называть цивилизационностью ментальностью да в смысле культуры определенное влияние здесь есть вот но тоже мы должны понимать что все это довольно велами по воде ярчайший пример это Китай китайский народ да который образовал с одной стороны левую ну коммунистическую по названию парня фактически социалистическую китайскую народную республику который образовал правый авторитарный Сингапур ну в Сингапуре фактически однопартийный режим действует поэтому демократия там весьма условная при очень высоком уровне жизни и в то же время есть Тайвань Гонконг Макао где действует плюралистическая такая демократия западного типа один и тот же народ говорящий в значительной степени на одном и том же путунхуа да есть диалекты но все таки литературная норма в основном одноэтажная поэтому все это друзья такое дело не очень пощупать его легко можно вот вот но конечно пренебрежение да Чадаев у него там есть о том что уже ближе к концу что как бы он за любовь к родине но любовь к истине выше вот нет это правильно в принципе но отчасти на мой взгляд вот это вот то о чем говорил Путин в одном из своих выступлений что для многих из тех кто у нас уехал там и так далее для них наличие фуа-гра из-за бугра оно гораздо важнее своей страны да и любовь к чужому у них превращается в ненависть к своему без желания вдаваться в детали смотреть как там у других что у других история тоже не усыпана розами как и у нас да причем у всех других у других на востоке у других на западе у всех в истории куча скелетов в шкафу и Россия в данном случае она на самом деле шла примерно по тем же лекам кстати имейте ввиду что в 17 веке например преобразование первых романовых в которые в общем довольно логично встраивается и деятельность Петра вот просто Алексей Михайлович и его старший сын Федор делали примерно то же самое а именно там допустим подчинение церкви государству и так далее в шапке Мономаха а Петр делал это в мундире но суть то от этого не меняется принципиально поэтому друзья это мы тоже должны учитывать и Россия шла всегда примерно в одну и ту же колею кстати ну то есть преобразование иными словами Петра и его старших родственников они шли по вполне такому протестантскому пути с ведущей роли государства над церковью кстати имейте ввиду что у нас поэтому в частности и Петр ввел календарь то изначально ну и вообще до революции у нас был календарь григорианский о юлианский простите юлианский а григорианский ввели потом почему потому что Петр брал все у протестантов у голландцев а у них тогда был еще юлианский а не католический по происхождению григорианский вот такие друзья мои дела в в в Продолжение следует...